Здравствуйте! В эфире программа «7 дней истории». Сегодня мы поговорим с вами о событиях, произошедших в средневековой Европе. Я Ольга Саприкина и тема сегодняшнего выпуска – гибель Ордена Тамплиеров. Духовно-рыцарские ордена, к которым принадлежали тамплиеры, сформировались в период крестовых походов. На смену возвратившимся домой или погибшим в боях рыцарям на Восток прибывали все новые толпы крестоносцев. Для успеха своих действий на Востоке они стали объединяться в сообщества и давали при этом монашеские обеты, целомудрие, нестяжательство и послушание, хотя продолжали жить в миру. Эти общества занимались военной, благотворительной и политической деятельностью. Хорошо известны стали ордена ионитов или госпитальеров, тефтонцев. Французы основали Орден Тамплиеров или Храмовников. Своё название они получили от того, что в распоряжении рыцарей был предоставлен дом рядом с тем местом, где по преданию располагался храм Соломона. В одеянии Тамплиеров выделялся белый плащ с красным крестом. В первоначальном уставе Ордена было записано, «Пусть рыцари обладают простым, но прочным оружием. Они не должны никогда иметь собственности. Пусть даже Орден будет богат. Они никогда не могут целовать женщин, даже родных сестёр и мать. В комнате, где спит рыцарь, он должен всегда оставлять зажжённую свечу из опасения, что над ним может одержать верх дух тьмы». Глава любого Ордена назывался Великим Магистром или Гроссмейстером. Духовно-рыцарские Ордена стали пользоваться большим вниманием со стороны европейских государей и пап. И, соответственно, в их руках, в руках этих Орденов, особенно у Тамплиеров, стали сосредотачиваться большие богатства и огромные земельные владения. Папа Александр III в 1163 году дал Тамплиерам булу или грамоту, в которой он сделал Орден практически совершенно самостоятельным, как во внутренних, так и во внешних делах. Во время своего правления во Франции в 1285-1314 годах король Филипп IV, прозванный как красивым, так и железным, добивался усиления государственной власти и стремился расширить доходы, поступающие в государственную казну. Он сразу обратил внимание на имущество Тамплиеров. Находясь на Востоке, храмовники, очевидно, переняли некоторые культовые ритуалы и обряды посвящений, совершенно не сообразующиеся с христианскими обычаями и религией. Свободное время рыцари Христовы проводили в разгульных увеселениях, однако тщательно маскируя свои собрания под завесой глубокой тайны. Все это производило плохое впечатление на народ, и худая молва стала обвинять их в отступлении от христианской религии, в ересе, в богохульстве. Ходили упорные слухи, что тамплиеры заставляют новых членов ордена отрекаться от Иисуса Христа, плевать на его распятие, ведут богослужения по испорченным книгам и в конечном итоге служат дьяволу, а не Богу. Воспользовавшись этими слухами, в 1307 году король Филипп IV приказал в один день арестовать всех французских братьев-тамплиеров и заключить их в тюрьму. В 1309 году братья-тамплиеры предстали перед судом Инквизиции. Они обвинялись в ересе, богохульстве и разврате, в основном в грехе садомии, то есть гомосексуализме. Надо сказать, что гомосексуализм в это время считался наказуемым деянием. Однако все эти обвинения не были достаточным образом обоснованы. Для казни тамплиеров светские власти нуждались в разрешении Папы. Поэтому Климент V в 1311 году созвал Вьенский церковный собор, который должен был принять решение по делу тамплиеров. Вьенский вселенский собор, подчинившись вооруженной силе французского короля, в марте 1312 года принял решение о ликвидации ордена тамплиеров. В папской булле, в которой говорилось об этом решении, упоминалось также, что имущество ордена тамплиеров Папа передает ордену Иоаннитов. На самом же деле, все богатства тамплиеров поделили между собой французский король и герцоги. После церковного осуждения уже не существовало препятствий казни тамплиеров. Братья были подвергнуты ужасным пыткам и медленному сожжению на костре. 18 марта 1314 года гроссмейстер ордена Жак де Мале и два других руководителя ордена взошли на костер на одной из площадей Парижа площади перед собором Нотр-Дам. Они геройски встретили смерть, перед нею отрекшись от всех признательных показаний, вырванных у них под пытками на предварительном процессе. По легенде, взошедший на костер великий магистр ордена проклял присутствующих на казни короля Франции, папу Климента и канцлера Франции Гийома Нагаре, призвав их на суд Божий. И действительно, еще до конца 1314 года все трое последовали за своими жертвами в могилу. Сам образ тамплиеров в памяти потомков приобрел героический мученический ореол. Народная молва гласит, что ежегодно в ночь ликвидации ордена тамплиеров в их гробнице появляется призрак в белом плаще с красным крестом и вопрошает, кто же будет сражаться ныне за гроб Господень. И тогда из могил слышится единственное безнадежное слово – никто.